Девушки отдыхают Ну и здесь нашли мы русскоязычное население, так Господь сделал Вот они нам переводят, помогают, вот эти две женщины Она одна, рядом со мной Тихонич, а не там, а дальше другая А вот наша умершая газелька Мы сказали, что-то там с кулачковым валом Через переводчик мы это поняли Слава Богу за все, мы его милаем Молимся, благодарим Бога Вот здесь мы остановились на ремонт Это машина ремонтников, они приехали с обеда Все это снато на видео, мы в доме Молыночеволе И беседуем на ремонтах 6.23 Мы сдавали Библию Полное толкование отравления по всем своим отцам. Не так нарядно. Рядом есть кемпинг. Можно поставить на шею и хватить за место. Мы направились в горслах. Они сразу курс сменились. Дорожный начальник. Один домик был. Пришел, связался с полицией. Полиция приехала. Эвакуатор вызвали. А у нас на бензине едва едва. Мы текаемся. У нас ничего нет. Представьте, я начальник, организатор детского православного лагеря. Вы живете в мошеннике? Мы конкретно показываем. Это все отображено в книгах. Потографии. Мы сняли фильмы. Народные кау. Это фантазифика. Это фантазифика. Книги показывают. Когда жюри присваивали, там три епископа православного лагеря. Мы для Бога это делаем. Мы очень любим нашим Иисусом. Отдельная книга, это «Противосептанцы», у меня многие секторы пришли в «Рокийский», «Стат немецкий», «Стат православный», «Ниотичный». Андрей Кураев, он внешний, как его знает, Андрей Кураев, он назвал меня где-то «Поступантом». Я задал вопрос, что он самый лучший субъекционер России со временности. Ну и дальше разговаривали, ко мне приезжал, я таким себя не считаю ему. Амалех Синяк уже отзывается, потому что отец Геннадий Фас, Майкестер Богословец, в моем доме обратился в моем доме. Иерей Наумий Заравич, это тоже в моем доме они, это был для человека. И они оставили свое все, и теперь православный батюшки закончил молокоть. «На, иди в моем доме». И вот мы идем, как это принять отборок с благодарностью. Один из вариантов такой. У нас с собой собака. Собака. Мы в дороге-то едем, когда по России в лесополосах ночью, чтобы утром рано успеть. Мы вот каждый день должны посетить пять пунктов разных. И везде мы дарим, если так взять, по стоимости, по 750 евро каждый день умножить на 5. То есть 24 тысячи евро каждый день мы дарим. Каждый день. Это Бог делал. Вы знали, участвовали люди, которые первые листы узнавали. Они видели преображающие две сети этих книг, потому что я говорю о том, что знаю, как в музах сидела отдельная книга, как молился, как обращались преступники. Для Слова Божьего нетусь. Везде, да? На нашем сайте. Посмотрите. Там именами волоса насчитана Библия. Полностью 12 томового златоудочного. Дети о святых. Добротолюбие полностью. Анкроштадтский. И у нас и причинение. Это все на нашем сайте. Это мой брат. Я очень люблю тут Церафин Саровского акций. На именах меня. Очень много сайтов слушать можно это самое. Он митрополит. А Алфеев и Кирилл? Нет. Это западный. Западный. Умер недавно. Да. Он так хорошо. Австрее чем его книжка? Сурожский. 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 Сурожский, да? Сурожский Антоний. И Антоний Сурожский. Вот я очень люблю иногда Сурожский. Ну, хорошее пробование. Это сам. Мы сейчас были в Москве. У него очень хорошие лекции. И вот, по-моему, мы сочетали. Он уже не... Вангрии. Вангрии. Вот мы издавали его книги несколько... Да. А вы же начитывали его книги. Начитывали, читали его, да? Суры что? А он сам говорит, как бы, вот. Ну, понятно, да. У меня на хором, там, о смерти, о встрече, там. На хором у меня есть у вас садик. Очень приятно. Вот это трудно проникнуть, надо только соглашаться и благодарить. Почему? Мы сейчас погородили, нам нужно было в Стокгольм. А в Стокгольм на субботу зашли на место. И нас только ждут, смещенники, там, у Гоми, и едем в Хельсинки. И там уже назначены встречи с кем-то. И вдруг, вот такая остановка. Сегодня это не открыто, но мы верим, когда Господь откроет, мы более того, удивимся Его любить нам. Что Бог хочет сказать? У нас сейчас главная забота о машине будет. Если сейчас не дом, там бы никто не спрашивал, за что они взимаются во дворе. Если можете, поищите где. У нас тут интернет, а потом мы с мотором. Если вы там не сказали. Да. У нас нет, у нас нет, у нас нет, у нас нет, у нас нет. А там, 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 не сплатить никто не поставил. Ну понятно. Кемпинг, есть, только за машиной, понимаете? Можно жить в машине, там есть туалет, все. Где? Ну, здесь где-то недалеко. А за машиной придется, то, что она стоит, там придется заплатить. А вот, что заплатить? Денеги как же. Ну, сколько узнать? Да, это еще неизвестно, они же скажут, можно и с нами. Ну, там, не пойти-то не можно, опять как-то машину-то туда тащить. Если рядом кто-то, кто-то потащит. Вчера-то тросом тебя тащили. Вчера-то тросом тебя тащили. А, это. А, это. Спрашивали, чего делать? Вот, там, фильм проще ставить. У меня делали фирм. Мы с нуля строим промышленную деревню. Первую в России. Из 17 тысяч погубленных мы взяли участвовать. Конкретно храм построили с нуля. Где может поселиться, кто не пьет, не ходит, не матерится, не водит. Где ж такие в России? Да у нас на Алтай. Потеряй, приезжайте к нам на Алтай. Вот у нас что-то в Питере мало. Я там учителем работаю. Фильмы показываю. Хорошо, что в России такие люди есть. Конечно, это все не просто. Иногда люди услышат и плачут, женщины. Вот, Игнат Тихович ходил по администрациям. Да где такое может быть, что бутылками не надо рассчитываться? И не матерятся, и не курят. У нас, к сожалению, в Питере сейчас придется. Каждый на дворе все не теряется. Да, конечно, конечно. Это сейчас, давай обратите. Это вот мой брат, протеерей, отец Айкин. А вот Виктор Николаевич идет, вот он стоит. Это детский лагерь, посмотрите. У меня лучшее, но не покажите. Потом на ютубе выставим себя, посмотрите. Не надо нас. Не надо. А вот это мой брат. Лагерь освещает, посмотрите. Диакон. Цифр, сада, сада. А это как к крещению готовится. А то он, батюшка, в воде стоит. Это на Салавках, что ли? А? На Салавках, что ли? Да где на Салавках? А, да. Потеряевка, Мамшуровка. Потеряевка, наше село. Здорово. Вы не оторветесь, будете считать. Это все только одни документы. Средств нашей истории. Мы когда в Ереване были, тоже все снимали. Это в интернете есть. Когда книги дарили. Воинного здоровья, надо водку, как водка, как водка. Какая водка-то, научись сначала, чтобы я еще не разбила ее. А навигатор вызвали? Вот если... Эвакуатор. Вот если научишь... Пороче, красу я машу. А как? А ну, хвата сказать. Бесидельство, адрес. Что? Бесидельство. А, скажи, что надо проходить, если не учить. Ну, ему у вас, знаете, как можно. Ну, все. А и так сейчас стоят. А, так с муки. Сидится, что муки. Було, муки. Очень хорошие. Муки, дорогой. Скажите, что мы что делаем? Это нельзя сделать. Это надо иметь... Сначала 38 книг, один человек, а мы... Хан... Юрды, третий, отто, буке. По таких книг, вот. А, да. Мики, ва... Третьи, отто, что, були, ка буке. А-а. Мики, ва... Это детский лагерь. Ортодокс. А-а. Де, бурдун. И лагерь, тельбар. Хан, биты, собро. Он нехорошо видит. Он добро смотрит все. Посмотрите. Вот это священники. Архиерея. Вот епископ сидит. Мой брат. Мой брат. Это Сибирь. Это мой брат. Это мой брат. Это мой деревня с нуля. Домберген. Баррел ом нуля. Нова. Не пьет, не хорит, не материт. Инте рёка, інте... Дрека, інте... Инте собро. Это детский лагерь. Смотри, какие ребятишки занимаются. Дэн Юрды и лагерь, тельбар. Смотри, какая была лагерь, как все сделано. Да. Микки Брон. Папер. Микки Брон. А вот эти четыре лагерь, это 100 евро. И мы их обдаём на 750 евро в каждую библиотеку. Варьи дук, вот по улице Ландер, до Лемна, Бухерти, библиотеки. Град. Градти. Даши до Лиссавона нынче ба. Это машина особая, она благословенная. Это я стою на площади. Вот этот день направились бить коммунистов. И в это время меня бежали на трибуну, и я утишил весь народ. Господь утишился с меня. Милиция меня увидела, скорее на трибуну, и я сказал, что все руки отпустили. Милиция, милиция, полиция. Сом дукан протом, это менеджер, и Алла менеджер, любовь. Смотри, вот они, вот они мои книги. Вот, посмотрите. Это я в библиотеке, три экземпляра в разных библиотеке. Это Алла Гекки. Который, ты говоришь. Да, Алла Гекки, она отбросила. Я провёл 9 лет, больше 30 тысяч часов. Сам набирал. А это я в университете веду занятия. В университете на презентации. Университет. Да. Университет. Я в разных университетах веду занятия. Улика университета. Вот. А это мой брат. Посуд. Овешек посуд. А это мне 12 лет. Спасибо. Нам YouTube не надо. Не ставь, пожалуйста. У нас вопрос вообще будет снят. Мы проедем Эстонию, Латвию, что хотим. У нас она была немножко. Поэтому Бельгия, Нидерланды. Это уже больше не переезжать. Мотор полетел. Что-то в моторе. Батюшка, простите, что вам ущерб принёс. Я это не приехал-то. Ой, да какая. Представьте, мы ночуем. Там сидели в лесу. И здесь нас на трассе-то. Ой, как нас тащили с самой трассы-то. Там всего-то одноразовые движения. Однорядные. И вот мы, ну, сейчас вот думаем так. Это самый простой вариант. Когда нас не разделяют, потому что это машина, и мы, и вещи, и собака, и книги. Вот мне очень жаль, что я не смог вам передать книги. Я вам столько подарков вёз, батюшка дорогой. Ну как? Где как оставить? Никого больше нигде нету. Только надеяться, что потом как-то спишемся. Может, что-то в Москве будет. А вы в Москве знаете отца Кирилла Сахарова? Знаете? Я у него на Берсанёвке для вас оставлю. Вы сможете забрать? Нет, мы сейчас в Клайпеде, это Литва, и там постараемся с мотором заняться. Если только мотор будет всё отремонтирован, ну, тогда мы Литву, Латвию, Эстонию захватим и сразу уходим. Потому что мы заслали контейнер, 3800 килограмм книг, и нам нужно дойти до севера Мурмест. Ну-ка, запиши Таллинн, быстренько. Сейчас я скажу, на. Если будем, говорите. Таллинн где? А, хорошо, хорошо. Телефон у себя сохраните. Батюшка, мы всех просим, чтобы помолились. Помолились, чтобы, знаете, это такой для нас удар. Но мы знаем, что за этим стоит благодарность Богу. Что-то хочет наш Спаситель сказать. Ну, спаси Христос. Так, я тогда отхожу. Всё, отдай телефон. Всё, отдай телефон. Хорошо. Хорошо. Слоги, слоги. Там все, ну, веканги, ватт. Это не было. А я говорю, теперь все знают, что были до этого. Ваша стройка хуже Гитлеровского. Гитлер своих не уничтожал, а что жили. Коммунизм. Семре. 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 Я одно стихотворение не сказал. Про Ленина памятник. Стоит свой рот ащериф. Помет у птиц подставим голый череп. Гош атеистов сонми шеют. Вам не перестанет? Нет. Ханс Крэм в Гитлере. Про Ленина. Про Ленина. Про Ленина памятник. Следователь написал. Говорит, надо щащий вы памятник. Ха-ха-ха. Это правильно. Не ты ли всей России правил? Не ты ли голодом ее оставил? Вот такая. И сам остается протянутой рукой. Когда таланта раздавали, нас забыли. Нас с тобой точно забыли. Ха-ха-ха. Не хаин ты таланта. 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 Есть один у нас совсем комментарий о том, что необходимо проповедовать. Что Блаженная Фефеланд говорит. Так много информации. У меня это сложно. Много информации. Это некий информафон. И мы решили именно через это пробуждать народ. Когда говорят, зачем... Или в окна. Я отвечаю. Твой народ, моя страна в огромной опасности. А у детей лозунг везде висит. Россия должна встать. А дети там говорят, Россия это мы. Россия это мы. Баренск. Это патриотизм называется. У нас в лагере дети встают в 5 утра. А почему называется лагерь? Лагерь детский лагерь? Лагерь Удревский. Детей собираем. Лагерь Стана. Лагерь это летний? Летний. Отдыхать. Православный лагерь труда. На лошадях катается, на лодках. Собираем травы. Дети все должны знать. Вот спрашиваем, кто изобрел? Мобильный телефон. Вы даже не скажете. Мартин Купер. Дети знают. Мартин Купер. Телефон мобильный забрел. Мартин Купер. Знаете? Мартин Купер. А интернет? Тим Бернерсли. Тим Бернерсли. Дети все должны знать. У нас когда дети играют, они не имеют права к девочке даже пальцем прикоснуться. Чтобы были целомудренные, на этом строилась семья. В каком возрасте? До семи лет с кем-то старше, а с семи лет самостоятельно. Вот главная фигура в лагере. Старший воспитатель. Прямо посадил стихотворение. Воспитатель, Виктор старший. Это было дело. Человек не так никак. Это в один день-то доедает. Вот здесь было уже. Все, руки опустели. Ничего, мы встали на молитву. Вот у нас случилось это, да? Одни ночи сегодня были где-то в лесу. Мы опять на молитву. Чинится все, Най. Только детали нужны. Детали нужны. Детали нужны. Прощаемся с друзьями. Мы подружились с ними. Господь своими. И с нами мы надеемся. Как такую встречу и расставание не снять? Игнат Тихонович садится. Мы прощаемся. Эвакуатор, который нас вез сюда, в этот городок. Мы сейчас в Швеции. Сегодня 24 июня. Этот же самый эвакуатор. И тот же самый шофер. Он один там, но он где-то сейчас ушел. Сейчас снова будут грузить нашу газельку. Я засниму это все. Момент. Попрощаюсь с нашими друзьями. Снова нас на эвакуатор садят. В Ветции. Друзья, которые нам помогли во многом. У Бога всего много. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи. Это мужчина, который нас утром довел сюда на эвакуаторе. Ты начнешь написать свое имя. Вот наша газелька опять на валтуатор и в реанимацию в Россию. Там будем оживлять ее. В России только можем ее поднять. Здесь посмотрели, вот она, мастерская ремонтная, авторемонтная. Посмотрели тщательно специалисты внутри двигателя. Если я правильно сейчас говорю, распределительный вал. Что-то с ним случилось. Но это серьезно. Компрессии совершенно нет. Компрессии сжатия. А это только в Россию везти. Там будем ее поднимать, нашу газельку. Ну вот, у Бога всего много. Вот друзья наши, по-русски говорят, два армянина. Там Надежда вот в очках. А это Швед нам помогал. И еще одна женщина Людмила. Где она Людмила? Вот она Людмила. В том, в очках. Вот Господь даровал вам такие друзья. А это как крепится. Ну и снова, какая же технология, как утро. Было. То же самое. А сейчас вечер. Вестное время 7 часов 8 часа. Вот наши, знаете, и хрустки. Нам, конечно, удобно с машиной быть. А то всякие варианты сегодня рассматривали, как нам ехать. Решили в Стокгольм не ехать, а 450 километров. А сейчас не помню, как городок портовый называется. До него 150 километров. Это Швеция. И по Балтийскому морю уже в Клайпиду. В Клайпиду. Вот такие дела. И на той стороне тоже самое будет делать этот мужчина. Он нас уже вез сегодня. Мы узнали, что в Швеции столько новых людей. Через эту поломку, может быть, Господь нас так и свел. Показал нам, сколько новых людей. Вот поближе сейчас покажу. Это на растяжках. Вот, прощаемся с ними. Картс-Ам, или как-то, может, немножко по-другому называется. Картс-150 километров. С 10 вечера мы там будем, нам так сказать. Захвати, пожалуйста. Они спрашивают, заправить машину, надо? Нашу. Сначала поедете на заправку, а он это заправит. Он сказал, вам передать. Сейчас тронемся. Какой порт, уже не помню название его. Карлс-Ам, Карлс-Хам, на 150 километров до этого порта. Спасибо, Христос. Все, 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 благодарим. Спасибо, Христос. Убого всего много. Спасибо, Христос. И мы отправляемся. Время местное 7 часов 16 минут. Удивительно устроил. 7 часов 16 минут по местному времени. В Швеции 24 июня мы отправляемся в порт Карлс-Хам. Карл, 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 какой-то Карл там, не помнишь. Карлс-Хам. Карлс-Хам. Карл, в общем, Хам. Понятно. Вот они, друзья наши, руками машут. Никогда не знали этих людей. Вот идет какая-то шведка. Потом все расскажем, как было. Это армяне двое. Нам нужно было здесь найти, где поставить машину. Здесь мы поставили. Дорогие стоянки. И они вызвались нас принять. Но нашли другой вариант. Все, поехали с Богом. Господи, благослови.